ПРОВАЛ Почти миллион долларов на свои изыскания И он пережил немало незабываемых приключений В 2002-м он, к примеру, отправился в Германию К развальным лагеря Берген-Бельзен И там провалился под деревянный пол А потом на протяжении нескольких часов ввел там раскопки В результате чего обнаружил таки копию старой Торы Еще один ценный экземпляр он нашел Когда с металлоискателем обошел земли вокруг Освенцима Юлос нашел металлический ящик с Торой внутри Привез эту книгу в Соединенные Штаты Отреставрировал и в итоге продал Нью-Йоркской синагоге За 32 тысячи долларов За несколько лет он прошел через невыносимые испытания В Европе и на Ближнем Востоке Но его приключения приносили ему деньги По крайней мере до тех пор, пока не выяснилось Что Юлос никакой не Индиана Джонс И никуда он не ездил И что все его истории это сплошная выдумка А книги он просто покупал у продавцов в Соединенных Штатах Вчера в суде города Вчера в суде Манхэттена он признался в мошенничестве И теперь ему светят 5 лет тюрьмы Не вините меня, если я вас разочаровал Этой историей Согласитесь, что для того, чтобы выдумать такое Тоже нужно приложить немало усилий И раз уж Менахэма Юлоса лишили титула Индианы Джонса Его можно наградить другим Например, титулом Остапа Бенда